очень короткая пауза команды готовы в общем то никто и не должен был устать после такой легкой карты для команды секрет ну и легко для vp там буквально 20 минут и игра была завершена не думаю что вы по устали много смертей от саппортов файл тиви просто поиграл скрипами и в итоге так в игру не смог пойти хотя может быть было желание но соло прописал ггм в па первую карту проиграли вторая карта напомню что это групповая стадия тут можно проигрывать пока потому что это всего лишь то первый матч о группе давайте скажу кто играет команда vp еще team spirit team liquid и nip чем в п явно зато 2 могут бороться топ-4 пройдут дальше в плей-офф и последнее место группы покинет обстана турнир и не получит и чего хотя что получишь полторы тысячи долларов получит команду я думаю что для большинства команд даже не дело там в первом втором месте я думаю что для vp для секрет главное просто сейчас играть и показывать себя понятно что все в ожидании интернешнала который непонятно когда будет ну ладно ладно не будем о грустном будем о доте секрет vp алекс и форс снова течис в бане я наконец-то вижу что бэйн зашел мету хочу услышать от тебя комментарий ты вот буквально месяц назад хейтил этого героя говорил он плохой он не очень есть лучшие варианты почему бэйн зашел сейчас мету его стали пикать не знаю как по мне никуда он не зашел такой же плохой герой если бы virtus pro на предыдущей карте вместо варлока был бы бэйн вообще ничего не поменялось возможно было бы даже хуже хотя ну хуже наверное бы не было ладно просто бы ничего не поменялось так что мне кажется что бэйн как персонаж мне до сих пор он не сильно нравится вот я вижу что ты увидел что бэйна забанили секрет может может какие-то у них свои планы или свои мысли не знаю честно говоря с чем с чем это связано то есть тут остается такой герой как тимбер казалось бы тоже очень хороший много чего еще другого что можно было бы убрать что можно там бэтрайдер то она баланс бэтрайдеры там virtus pro забанили секрет не изменяет себе снова берут котла рубика так же как и virtus pro начало драфта абсолютно такое же как и на предыдущей к и здесь тут даже что тимбера банят virtus pro то есть они хотят похоже прям также сыграть а пусть повторят я не делюсь сейчас просто капитаны будут повторять пики удовольствия может быть только кроме энчандрят просто в том-то и дело что даже на самом-то деле энчантрас она плюс-минус неплохо было вот сама по сейчас сами троллишки и сразу забанили разора потому что вдруг ну грамотно грамотно энчантрас неплохим героем была просто она плохо отстояла свою линию она может хорошо такую линию стоять совершенно точно может просто неправильно сыграли virtus pro в топе на тройке на четверке более там на рейдинг стороне там по желанию можно было пачку выпули там можно много чего было делать совершенно точно так ладно интересно как сейчас virtus pro поступит потому что тролляку то у них украли может тогда чем-то классическое под варлока взять спектру какую-нибудь например спектра вроде не так уж и слаба сейчас они закроют ли спектру на линии каким-то очень прям мощным оффлейнером прям вот не сейчас надо пикать надо вот на следующий пик брать сейчас надо ой ну что сейчас можно на самом деле какой-то ну наверное герой четвертой позиции все-таки будет заходить раз уж начерс профита варлока взяли уже в п вот конкретно на первой стадии пика очень выгодно брать пятерку именно сейчас потому что смотри ты вот как как пупея задрафтил котл рубик сразу то есть он взял этого рубика ему вообще по барабану что там будет дальше в virtus pro это хороший сильный универсальный герой на четвертую позицию он почти всегда работает и даже если ты пикнул рубик и он по игре не очень хорош что ты можешь его до балансить каким-то сильным хардером с которым он хорошо сочетается и просто элементарно отстоять свою линию достойно и потом уже по игре у что-то придумал уж соперник какие-то скиллы правильно выжиг ставать не бывает же такого что тебе вообще прям нечего воровать уж какие-нибудь скиллы ты точно своруешь просто какие-то лучше какие-то хуже вот но рубик он в общем-то универсален там и например берешь какого-то вот допустим вот вечер с профита и сразу вот грим строку бы например взяли четверку да потом вот увидели бы сейчас тролля рубика и котла какую-то хочешь пятерку взять вроде как виверна неплохо да или там оракл какой-то может неплохо смотреться но варлоку уже пикнули ораклы на четверку брать неохота виверну четверку на самом-то деле кстати можно было бы пикнуть ну ладно не захотели бог с ним решили взять грим строка возможно кстати это предупреждающий пик пангольера то есть virtus pro знает что ага secret предыдущей игре брали пангольера и мы сейчас возьмем грима чтобы они пангольера не взяли абадон появляется против этого уже конечно спектру брать ты не захочешь против этого можно взять с ларка с ларк тоже на самом деле на линии будет терпеть против абадона рубик он просто там по игре может быть плюс-минус неплохо но плюс ларк это сигнатурка для ltv появляется акс отчасти хороший герой наверное можно сказать очень сильная линия грим строк плюс акс плюс это уверенная тройка для резолюшна не чат раз там какая-то который ну резолюшн тоже вроде как тренировался играть и играл раньше но это не тот герой которым хочется сейчас вот кажется против secret бегать и натерпевшись на линии потом не иметь возможности камбэкнуть в игру так последний последние пики тогда надо подумать надо подумать надо подумать вертус про нужен кэри скорее всего кого к или не бояться вот тут вот купе так драфтит что вот уже знаешь и блин вот вот что тут пикнуть чтобы ситуации немножечко как-то выровнять чтобы ltv было относительно просто играть и приятно я честно говоря теряюсь догадках может у д какого-то тогда дала нет кстати у д стоит рассмотреть потому что tower damage вроде есть от nature's profit а я бы реально подумал насчет пик о д тогда ну либо nature's profit а на легкую и о д в мид либо о д на легкую и nature's profit и он очень хорош против абадона и тролля против двух этих героев против рубика котла ты не можешь как бы героя подобрать и скорее всего вообще ладно можешь против котла ты точно можешь героя подобрать хорошего но герой хороший против котла будет крайне скорее всего плох против тролля и абадона джиггернаута ты сюда не хочешь брать что там еще лайфстилера ты сюда тоже не хочешь брать и нет такого персонажа который мог бы закрыть абсолютно всех поэтому ты должен выбрать что называется меньшее зло на скажем так героя который будет закрывать большую часть персонажей, ну, будет там от каких-то терпеть, да, при каких-то обстоятельствах определенных, если там линия не очень хорошо отстоит. Но зато против определенной части героев в пике врага ему будет комфортно. Вот и таких персонажей здесь у Virtus.Pron на самом деле немного. Secret забанили самый очевидный вариант — Сларк, потому что LTV очень много на Сларке играет. И плюс как бы считается то, что Сларк против Абадона хорош. Но, повторюсь, при правильной игре Абадона и Рубика Сларку вообще не сладко на линии. Просто ты его заспамливаешь магией, и ему трудно. Он не может на пол-хп пойти с тобой трейдиться под эссент-шифтом. 30 секунд на последний банк для Соло. Тут для Шторма чуть-чуть тяжелее играть, чем на предыдущей карте. Но если она пойдет в таком же русле, как и, собственно, первая, то ниша вообще без проблем просолит. Эту игру. Тут что-то, может, наподобие Войд Спирита еще может заехать на центр. Тоже очень сильный герой. OneBruD, такой интересный. Я думаю, что если Бруда могла появиться, могли бы и Акса поставить на линию. Да вообще без проблем. ДК появляется у ВП. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Мне не нравится. Не могу пока сформулировать точно, почему. Но вот какое-то, знаешь, внутреннее ощущение того, что это не очень хорошо. Ну, для Сикрет варианты, естественно, остаются. У них очень крепкие линии. Абадон плюс Рубик хорошо отстоят. Неважно, кто против них встанет. Nature's Profit или ДК. Трольская все тоже отстоит плюс-минус адекватно. Некров. О! КК. Ой, какой жесткий пик. Ну, вот я примерно это вот и ощущал. Что вот сейчас что-то вот такое вот появится. Такое вот мерзкое. И в Virtus.Pro будет... Короче, им тут очень тяжело играть будет. Опять все упирается в лайнинг. Если ВП хорошо линии свои смогут реализовать, то шансы, в общем-то, у них, конечно же, есть. Но как же это будет трудно? Некрофос любой матчап выигрывает. Против Фуриона выигрывает. Против Акса выигрывает. Против ДК выигрывает. По игре ДК ему мало что делает. Акс, только если есть какой-то дэмэдж в колл. А какой тут дэмэдж в колл? Фаталки, ульт Варлока, ульт Nature's Profit. Вроде как-то и рабочее вроде что-то вот такое Virtus.Pro. Но я, честно говоря, вообще не верю, что это сможет сработать. Мне кажется, вот как будет. Сейчас придет ДК Варлок. В топе Абадон отдохнет. Ну, ДК типа тоже пофармит. Какой-то такой, типа у него крипы там будут. Там левел будет. Но и Абадон выйдет оттуда, извините меня, не обиженным игроком. А вполне таким плотным, с хорошими артефактами. С базовыми, как минимум. Возможно, даже чуть более, чем базовыми. Неужели тролль не будет фармить на линии против Акса Гримстроука? Будет там, топорики покидает. От Бэтлхангера будет спасаться. Думаю, что у него должно быть все ок. Плюс-минус. Ну и Некровск как бы на миде тоже свое получает. А по драфту в целом и Сикрет лучше. Такие выводы примерно. Ну ладно, не будем хранить ВП заранее. Посмотрим, что будет дальше. Явно ВП что-то новенькое пробуют. Вот тот же Варлок, который появляется не часто. Последний раз, две недели назад он был. Драгонайт на профессиональный. Понятно, что в пабах ребята может быть и пикали. Я вот говорю конкретно про командную доту 5 на 5. Драгонайт был почти месяц назад. Это был один из матчей против команды УДЖИ. То есть тоже Драгонайт. А команда не сказать, что практиковал в последнее время этого героя. Ребята старались не пикать. Хотя мы вспоминаем Китай. И он там очень популярен. При этом на позиции Кэрри. И уже как вроде и в Европке он подъезжает все чаще и чаще. В общем, давай коэффициент взглянем. Потому что твою позицию я понял. Тут прям ВП почти не веришь. Так, на вторую карту правильно. Что появились? 1.35 тикери, 3.05 на команду ВП. На контенты очень похожи на то, что было и на предыдущей карте. Команду ВП не верят. После просмотра вчерашних игр на виплее и просмотра первой карты, я, кажется, потихоньку начинаю правильный смысл вкладывать в слово опытный капитан. В словосочетание опытный капитан. Потому что это можно услышать от кого угодно. Вот включаешь какую-нибудь студию аналитики. Кто там говорит про Пупея? Что Пупея – это опытный капитан. А что значит опытный капитан? Вот ты посмотри, как он драфтит. Этот человек, мне кажется, знает наибольшее количество вариантов, как закрыть, перекрыть, переставить линии и вот это сделать, всякое вот такое. Потому что он на профессиональной сцене уже невероятно долгое время играет. И все это уже успел изучить в разных патчах. В каких-то патчах там были одни герои сильные. Он понимал, что этих сильных героев можно определенными стратками контрить и контрил. Сейчас, кстати, с пассивкой Абадон могут быть у ЛТВ проблемы, но... Но он прокачивает стан. Но это стан на первом уровне, нужно понимать. Это стан на первом уровне. То есть тут Варлок и ДК. Ни один из этих героев не может ренж-крипа убить. Сейчас, если Сикрет двух ренжей заденяет, огромные проблемы у Virtus.pro будут на линии. То есть на этих, на ближайших патчках, которые вот там будут подходить, могут Сикрет очень серьезно отогнать и там с какой там, с третьей, с четвертой, да? С третьей, четвертой патчки могут почти крипов не добить. ВП здесь это будет чревато последствиями в дальнейшем уже, да? Когда Абадон там третий апнет, у него уже какие-то фейзы, а у ДК там, не знаю, брейсер там какой-нибудь будет или просто голый тапок, это будет крайне плохо. И вот как вот опять пупей на драфт. Вот хорошие универсальные герои, хорошие сильные линии, все полезно. И вот ты смотришь на пик Virtus.pro, вот пять там персонажей, они уже-то не очень хорошо работают, а тут еще и ласт пик некрофис заезжает, и ты понимаешь, что... Ой, что тяжело будет. Так, а Нейчерс Профит там качал телепорт на втором уровне, увидел курьера, как Ниша там отправлял. А может быть еще может его убить, но хотя тут уже не получится так вот улететь безнаказанно, но он-то не может резко улететь. Очень много крипов потеряет, представляешь? Это там несколько секунд телепорт за курьером, потом еще те же самые несколько секунд телепорт обратно, там за эти шесть секунд Ниша тут вообще все передобивает, все перединает. Ну а ты курьера убил, ну класс. Тем более там курьер такого уровня, он достаточно быстро распаунится, у них же, по-моему, время респауна тоже увеличивается. Я так по ощущениям... С уровнем? Да. Конечно, конечно. Ну, соответственно, ну ты убил курьера первого уровня, или там второго, он нереально быстро зареспается, и, в общем-то, толку от этого никакого не будет. Вот, что хорошо у Virtus.pro, такая-то линия в топе. Вот это, мне кажется, их такое единственное, чуть ли не светлое пятно во всем этом драфте. Тут можно играть крайне агрессивно и очень жестко зонить Матумбу, очень сильно мешать ему фармить, постоянно толкать линию, делать даблстаки, отпуливать, харасить его, заставлять тратить реген. Вот у нас прошло две минуты, а у Матумбу уже хп нет. Вот здесь вот Резолюшн и Заяц, мне кажется, должны быть плеймейкерами, так называемыми. А тут, кстати, у Virtus.pro так получилось, что они очень сильно линию толкнули, посмотри. И это позволило LTV апнуть уровень 3 в тот момент, когда у Зая только уровень 2. О как! То есть то, что они заставили LTV там стан на втором уровне взять, вообще никак не порешало. Правда, тут начинает уже Зай накидывать. Сейчас нужно, а не успел подстанить, получаете, молодой человек. Вторая пассивка, конечно, большое количество брони, плюс хил от Соло. Тяжело такого Драгон Найта пробить, в принципе. Но и Зая тут никто не трогает. Смотри на его ресурсы. 6 тангов, ласка, хедреска ему просто по барабану. Будет делать Доминатор первым слотом. Сейчас Соло очень удивится, потому что он с Сентриком не нашел, где вообще крипы. Почему крипов нет, не нашел этот вард один и крипов не будет отвезти, пока ничего не получится. А он придется стоять дальше. Не блочит случайно вот этим специально? Да, большой спаум блочится, но при этом не искал ли он крипов, не искал ли он вард на маленьком кемпе? Не знаю, мне кажется, что он в первую очередь пытался заблочить. Ну, хотел, конечно, найти. Было бы круто, если бы он его нашел, да? Но если ты хочешь девардить вот этот вот кемп, ну, очевидно, тебе такой вард... Ну, это 50 на 50. Ну, может, попадешь? Ну, в общем, в приоритете было заблочить большой спаун. Если бы нашел еще вард на маленьком, было бы очень круто, но не нашел. Типа того. Поэтому так уж получилось. Начис профит на центре. Снова NoOne хорошо стоит. Много добивает, очень много динает. Там какая-то часть крипов лесных при этом. Ниша на регене. Купил себе нолик, привозить перчатку. NoOne билд уже будет схожий с предыдущей карты. Сейчас опять робу купит. Ага. На плюс урон. Вот опять тоже от NoOne очень многое зависит. Как вот он реализует своего персонажа. На предыдущей карте первые 10 минут абсолютно безошибочно было. Просто ноль ошибок совершил. Везде прилетал, везде убивал. Линию отстоял хорошо. Загнобил соперника настолько, насколько мог. Помогал своей команде. Делал фраги. Быстро фармил. Тайминговый оркет купил. Но в целом по карте все было просто очень плохо. Виртуз Про и одним героем, как мы знаем, игру не выиграть. Выигрывает в Доту совокупность персонажей и стратегия, которые вы придерживаетесь. В те времена уже далеко в прошлом, когда можно было пикнуть одного какого-то героя хорошего и просто просолить. Я говорю сейчас не о ММе каком-то или не о какой-то казуальной игре, а вот именно о профессиональной игре. Такое тоже раньше было. В году в 2013 там просто какой-нибудь антимаг появляется и просто 1х9 выигрывает. Сейчас уже такое очень сложно сделать. За вышкой играют ВП. ФБ у нас, кстати, до сих пор не было. Ну, слушай, по-моему, Заяц сейчас приедет. А Борик через 2 секунды был очаг, Розаяц. Нужно замедлить. Замедление есть. Резолюшнинг из Баттлхангера. Замедлить вот ведь не получится. ФБ все-таки на гипер взялайте происходит. Но он поработал просто одной ультой. Забавно. Вот секундой позже бы этот ульт прилетел, и ФБ досталось бы здесь в Матумбе. А Матумба, кстати, еще и погибнет, скорее всего. А он нельзя тоже забирать руну, чтобы пусть какой-то... Ой-ой-ой. Я уж подумал, что он сейчас не заберет. Ну, отлично. ВП стартует с центра довольно неплохо. Ультный через профит и был реализован. Некрофос так делать не умеет. Понятное дело, да? То есть, шторм какой-то он может помочь как-то команде загангать. Куда-то прийти, что-то сообразить с каким-нибудь поворапом хорошим. С хостой или дабл дэмиджем. Все, что может делать герой Ниши, это вот так вот просто щемить максимально. И он щемит. Есть коса. И Ниша Фейрик, деспульс, через секунду он его нажимает и живет. Ну, хорошо, что хотя бы это не коса. Косой он его вообще никак не убивал. То есть, можно было бы немножко подхалдиться. И еще скинуть один деспульс. И потом уже как бы косой забрать. Это было бы супер круто. Ниша бы получил реген. Очень жесткий за героя. И можно было бы не телепортироваться вообще, в принципе. Ну, он фраг в итоге сделал, правильно? Поэтому реген должен был получить. А, он за ластхитил. А, он за все, хорошо, извините, пожалуйста. Ну, и тогда дополнительный респаун был бы просто у Нечерс Профита, что приятно. Заяц задивардил. Инксвелл, но не выживет он здесь. Деспульс, а, даже не нужен, но видишь. Вроде Некрофос не такой герой, как Нечерс Профит, но Ниша старается. Так же приходит и делает фраг на центре с помощью рубка и на топе. Уже на Зайце. И Ноуан... Ох, что, что... А как ты здесь Ноуан оказался? Я пропустил вот эту вот историю. А я вот это уже, пожалуй, первая ошибка от Ноуана. Отсюда он не уходит. Курьера забирает, но вторая смерть подряд это крайне плохо. Для него. Хорошо, что хотя бы из телепорта. А то еще пришлось бы бежать на другом герое. Здесь не проблема, можно быстро вернуться на линию. На центре в это время не толкал там Ноуан как-то башню. То есть она стоит практически нетронутая. Про Абадона и Драгонайт мало мы говорим. Абадон уровень 5. И Доминатор будет первым предметом. Прям такой пустой Доминатор с одним топориком. Драгонайт почти ПТ. Суларинка уровень 6. И буду забирать низ. Тут правда Секрет хотят сопротивляться. Но Абадон без уровня 6. И Абадону придется здесь погибнуть. Пупей еле живой. А уйдет. Уйдет. Правда оставаться нельзя. Даже Алюминаита задавать слишком опасно. А Алюминаит вообще есть? Есть в единичку. Хороший мув от ВП. Абадона слишком надолго оставили одного. Помнишь, Евзор там пришел в мид. Потом он что-то в топе там делал. Пришел тоже помогать. И смог ЛТВ при помощи Соло подзонить Абадона в некоторых моментах. Получить 6 уровень в перье. И вот сейчас, соответственно, сломать вышку. Довольно важный момент. У ДК... Ого, у него там было 2000 золота. И он полностью сейчас закупился. Че он взял? Не мидас толкать. А то столько раз денег. Не, а кстати, без шуток. Можно было бы реально и мидас купить. Такой игре попармить. Без шуток резолюции сейчас, похоже, от косы отвалится. Но есть коса успевает ниже дотянуться. А умирает поэтому еще и Матуба от ульты Нейчерс Профита. Угу. Ну, тогда неплохо. Но Вар снова на дистанции работает. Фраг приходит. Откуда не ждешь. Нейчерс Профит ультует. Разменялись. Аксис уходит в таверну надолго. Будет быстрый блинк. Никаких-то вангвардов, худов или что-то подобное. Атака на Пупея. Нейчерс Профит готов прилетать. Он прилетит под стан. Ну и Пупея здесь какое-то время еще побегает. Посопротивляется. Но в итоге умирает. Но ванн. Без телепортов. Матумба перемещается на Грима как более приятная цель. Нейчерс Профита тяжелее будет убивать. Подходит ниша. Деспульс уже в 4 прокачан. Но Заяц быстрый с ботинком. Чи с каплями. Выходит неожиданно Драгонайт. Атака на нишу. Ипзор. Есть фейтболт. Уменьшает всем урон. Ниша пытается уйти. Но далеко его не отпустят. Стики нажать не успевают. Погибает ниша. Отлично. Вот видишь. Насколько проще играть, когда у тебя сложная линия выиграна. Насколько проще. Вот сразу прям. Игра идет так, как положено. Сразу пролетаете туда. Убиваете кэри пару раз. Забираете вышку. Фарминг становится намного труднее. Гримстрок покупает урну себе. То есть это будет относительно быстрый спиритвесель против Некрофоса. Не стоит, правда, забывать, что Абадон может этот спиритвесель диспелить. Это, конечно, не круто. Вообще ни разу. Но что поделать. Такой предмет нужен. Чтобы хотя бы, знаешь, нападать на него, когда он один. Отбился там где-то от стаи, чтобы его можно было быстро забрать. Зай с доминатором забирает тир-1 вышку в боте. Открывает возможность фармить эншенты. Таким образом, если эту линию протолкнуть. Тут будет падать мид. Десятая минута. Дабл демэдж находит ниша. Довольно опасный момент. В общем-то, нишу здесь могут попытаться забрать. Потому что шрауда у него до сих пор нет. ДК. Плюется огнем. Гримстрок. Так, ультимейт от Варлота. Каса через секунду. Ну, нужно быть аккуратнее. А то сейчас ниша ультанет куда-то и будет больно. Но ниша, похоже, не ультанет. Стан за станом и не смог выйти. Опасно играет некрофос без топорика. Мне кажется, что помешал бы он. Закрыли спрут и просто выигрывается время. Ничего некрофос не может сделать. Но он там несколько ударов делает. О, ну под пандами, а Трубик как-то тяжеловато здесь. Драться соло отходит назад големом. Это шанс для ВП продолжать играть подобным образом, чтобы спушить как можно больше вышек. Немножечко еще поубивать секретов. И даже если они не зайдут на хайграунд к 25-й минуте, как мы привыкли думать, что если у тебя пушит стратегия, то ты должен быстро игру закончить. Не обязательно. Ты можешь просто как можно больше объективов забрать и не давать врагу набирать фарм. Да, игра тогда затянется. И, скорее всего, придется иметь дело с персонажами, соперник, у которых есть предметы. Однако ты сам будешь иметь намного больше, если правильно все будешь делать. Не давая сопернику прокачивать все. Снейк, МП, Эншент, Рошанов будешь одного за другим забирать. Сикретом пока особо ответить было нечем. Вот сейчас 10-я минута тикнула. Рубик уровень 7. Котл уровень практически 7. Абадон, ну, доминатор. Ну, доминатор, ладно, хорошая тема, но ульты у него пока... А, ну у него скиллпоинт там, ладно. Со скиллпоинтом тоже все понятно. Вот. И тролль пока тоже без предметов, без каких-либо. Ну, вроде как есть чем драться в каком-то локальном тимфайте. Мне кажется, Сикрет могут дать сдачи. Вопрос к билду тролля в этой игре. Тролль на предыдущей карте хорошо стоял свою линию. Решил, что для него БФ будет отличный артефакт. Но команда что-то немножко подвидела. И не смог свой БФ реализовать ЛТВ. Здесь же линия у тролля была очень плохая. И учитывая, что его давят, БФ, наверное, будет очень плохим предметом. Какая-то Сынчиндьяша и Тифус. Скорее всего, пусть хорошо будут работать. Интересно, что купил маску, при этом Абадон хочет купить Владмирс. Давай посмотрим, как коэффициенты у нас изменились. Давай посмотрим, что там наши друзья из париматча предлагают. Вот. 1.60 секрет, 2.25, команда Virtus.pro на вторую карту. ВП очень хорошее начали, в отличие от предыдущей карты. На прошлой карте на 13-й минуте уже все было очень грустно. Преимущество было около 5 тысяч. Тут ВП ведут в тысячу золота, резолюшн в невидимости. Ну, понятно, с Абадоном нет смысла драться. Даже с плюс-1 в виде Нечиспрофита не думаю, что что-то бы получилось. Но Ванда фармливает Майл Штром. Драгон Найт уже готов, Сэнш, как минимум. И Акс Блиндайгер. Голем появляется. По-моему, самое время активирует Смоук. С этими всеми предметами, с таймингами Голема. Ходить в атаку. Ну, почему бы нет? Конечно, конечно. Можно попробовать где-то смакануться. ДК Раша Талибарду. Любопытный предмет. Против тролля хороший. Против Абадона, ну, в общем-то, тоже неплохой. Просто особо ДПС не дает. ДПС тут от Нечиспрофита, наверное, в первую очередь. И от Акса. Что там у Акса? У Акса Блинг. Да, тут прям очень сочные можно фраги сделать. Правда, они попадаются на скане. И Матумба тут же уходит. Кликает. Но он, мол, ребята, давайте на этот кэм. Тут фармит кто-то из Сикрет. Но там уже никого нет. Из-за того, что скан был использован. Мег появляется у Некрофоса. Пупей бежит ставить нереально глубокие варды для того, чтобы кто-то тут из его тиммейта фармил, что ли, или что? Просто эти варды... Ну, как минимум, Курьера можно убивать. Курьер Гримстроука летит, но он там пустой. Курьеров особо нечем, но видя траекторию, куда летят Курьеры, ты, по крайней мере, можешь понять, где находится враг. Телепорт от Фуриона в топ на Зая. Зай. Пеньки его не проблочит здесь. Но команды здесь не будет. Абадон при этом быстро с вейзами. А он много времени не выиграет, да. Свои еще манси там. Стар залетает, Сайланс есть. Абадон включается ультимейт. Но помощи не будет. Вот если кто-то... Если кто-то скипнет пачку, там Соло, кстати, потерял Курьера, его, я так понимаю, Пупей убил. Если как-то удастся скипнуть пачку в топе, это будет плюс-минус неплохо. Фурион уже в боте, с пруты. Ебзор. Может быть, успеет? О, Резон не успел ультовать. Знаешь, что хочу тебе сказать? Что вместо бана бесполезного юзлисного бэйна, надо Фуриона банить. Он на предыдущей карте очень много сделал. Так, здесь пошел Иксвелл на голема. Стики Мека, если что будет. Хочется еще гашраут нажать. Нишу не убить не получается. Ребята фармят Виллу Висп, телепорт от ниши. И ниша улетает на Драгонет без стана. И станов снова тут нет. Таких надежных. А потом, кстати, без ульты, надо поосторожней быть. И это же знают, игроки ВП прям давят в наглую. Хотят подцепить чем-то Зая. Но у него уже вот-вот должен. Акс врывается, принимает Ебзора. Есть Бладнилайт, стана Тэнксвелла все же попал. В итоге Рубика зарезали. Все на легком ускорении. Тролль подходит к Драку, но у мату бы нет ни ультимейта, ни маны, чтобы здесь как-то драться. И с катапультой, и с големом, может быть, хотелось бы забрать два ночи. Секрет круто обороняется. Некрофус остается. Мека так он не использовал. Улетает, значит, профит на базу. И пока эта башня оставит игроки ВП, забрать они еще не готовы. Там баунти руны заспавнились. Надо, наверное, перегруппироваться эти баунти руны, проконтролить. А то велика вероятность проиграть какую-то стычку там локальную под Т2 и отдать эти баунти. Не очень хочется выпускать контроль на карте. Из рук. Так вот, проиграв первую карту, точнее, наоборот, выиграв первую карту, Секрет, наверное, и Пупеев, в частности, ну, он не ощутил, да. Ну, а что? Ну, Nature's Profit. Ну, что-то летал он там, что-то делал. А в итоге-то, NoOne очень же круто сыграл предыдущую карту. И эту карту тоже играет очень круто. И очень много делает. Вот в топе там сделали фраг. Бах, уже в бот прилетает NoOne. Тут убивает. Уже и в мид летит. Там вышку готов пушить. И предметов у него много. Топ Виннед Ворс на карте. Так, неужели этот персонаж не заслуживает бана среди первых четырех героев, которых ты убрал? Снова Зай один против всех. Команды рядом нет, и она не появится. Ультимейту, а потом она есть, но он тут... Попытка сделать телепорт. Инксвелл. Зай. Эх, вот она проблема пика ВП. Раз за разом ощущается. Очередная, да. Здесь, конечно, станов уже побольше у Virtus.pro, в отличие от предыдущей карты. Там только у Virtus.pro и у Тролля сетки, да, были? Кажется. Кажется, больше там не было... А, ну и Голем Варлока, да. Здесь у нас, по крайней мере, стан ДК уверенный, кол Акса уверенный. Голем есть. Инксвелл, который... Ну, правда, его надо заранее кидать, чтобы враг как бы телепорт не сделал. Тут просто ДК поблизости не было, и ультимейта Варлока тоже не было. Могли бы, на самом деле, и потратить на такого жирнича, как Абадон. У него там неплохой относительный надворс, как-то просто подзабрать соперника. 17-ая минута предметы следующего тира начинают падать. Философский камень. Идеальный артефакт для соло. Просто идеальный. Давайте сюда, мне сразу говорит. Наверное, Леха сейчас. Будем фармить Аганим, ребят. На Варлоке. Вышечка потихонечку падает в боте. Тир-2 сюда надо возвращаться. Там какой-то тип по заю, возможно, случайный, возможно, нет. Непонятно. Слушай, ну форум остается. Можно и хайграунд бить. Я думаю, что этот тип связан с тем, что Абадон, ну, показал, что он же телепортировался, и тут же в топ прибежал. А тут ВП как бы хайграунд уже бился. Резоль, врыв на Некрофос. Обладнялай, залетает Голем. Очень больно Ниша. Ниша нажимает грифсы, стики. Все, что можно, использовал. И должны... Ох, не успевает Деспульс очень вовремя. В итоге Ниша переживает весь ирон. Чудо какое-то. Можно выходить на контратаку. Есть коса. Убивает Варлока. Это еще не конец. Пошла коса на Нечис Профита, чтобы просто дать на него контроль. Ну и Матумба в это время побил. Деспульс залетел. Убивают Ноуана. И это такая первая глобальная ошибка от команды ВП. Прямо на хайграунде. Понял вообще, что произошло? Что именно? Понял вообще, всю... Короче, Ноуан... Вот до этого, что было? Напали на Абадона. Абадон нажал ульт, сделал телепорт. Казалось бы, ушел. Все круто, да? Потом он показывается в топе. Что думает Виртуз Про? Парни, Абадон в топе без телепорта. Мы просто забираем Т2 с формы дракона, заходим на хайграунд. В этот момент Ноуан типает Абадона. Типа, чел, ты очень жестко по макро ошибся. И начинает просто нереально лезть. Ты видел, куда они прыгнули? Они же прыгнули не потому, что это типа, о, СНГ Дота прыгнет под фонтаном. Потому что Абадона телепорта нет. Но им чуть-чуть не хватило, чтобы некровца убить. Немножко не повезло на самом деле. Они нереально все грамотно сделали. Если бы, ну, опять-таки, чуть точнее таймили этот телепорт прям до секунд, возможно, не допустили бы вот такой оплошности. А, спрывается. Отлично, Агр. Рошан сейчас стоит на 2000 хп. Пытается резолюшн быстро убить. Залетает Алибарда по троллю. Тролистует с ультимейтом. Резолюшн отходит назад. Он под шедоу вородом. Варлок бафает Рошан на 1700 хп лтв. Разрушает пока варды. Растали ребята с энтри. И, ну, интересный момент. У Рошана очень мало хп остается. Некрофа с ультимейта нет. Нет грифсов. Нет гушрауда. Абадон без ультимейта. Нет Уилл Уисп. Очень мало способностей команды Секрет. Атака на тролля. Принимает ЛТВ в ответ. Есть шедоумулет. Но нет. Убивают Драгонайта. Нет байбека. Солбайнд от Рубика. Он недавно его своровал. Успел дать дважды. Но и в итоге пытается уйти. Ноуан. Ноуан. Солбайн зайцем ставится с пруты. Ебзор на Рубике просто великолепен. Ноуан. Попытка отсюда выйти. Матумба режет. Фейтболт от Ебзора. Все игроки Секрет хороши. Но Ебзор тут, что в прошлой драке Солбайнд забрал. Спел его оставить. И реализовать тут. Жара. Жара. Очень крутая драка на самом деле. И от одной, и от другой команды. Казалось бы, должны Вертус Прос защищать этого Рошана. Прыгает так. С хороший колл с Энксуэлом. Но не хватает. Не хватает просто урона сейчас. Вот этот Драгон Найт, он не про урон. Он про то, чтобы долго в драке как-то двигаться. Дамажить всех своим коррозивым брэсом. Дамажить вышки. Пушить. Станить постоянно. И как раз вот не хватает демеджа для того, чтобы тут нормально подраться. Сделать какой-то враг. Ух, чихнул. Будь здоров, Форс. Будь здоров. Так вот, не хватает урона. И это при этом у Сикрет еще не все скилы были. Посмотри, у них сейчас ультимейт котла есть и ультимейт Некрофиса. По сути, они там вообще без кнопок дрались. Так, ну нельзя же просто так взять и убить. Но это байт был. В итоге тролль. Но он с Аегисом. Он с Аегисом. Резолюшн не мог топором зарезать. Тем более под Абадоном. Главное, что уходит от Нечис Профита. Он скоро может вернуться. Если драка здесь продолжится. И для Сикрет позиция не лучшая. Кипер Злайта нет рядом. По хорошим Сикретам лучше уйти. Либо сюда побыстрее Пупея прийти. Иначе все это может закончиться не очень хорошо. Врыв на Абадон. Абадон без ультимейта. Абадон грызет резолюшена. Очень больно. Но в итоге добили. Заходит голем. Тролль погибает. Минус Аегис. Голем от Ебзора в ответ. По всей команде ВП. Тролль появляется. Зайца нужно уходить. Ниша рядом. Заяц. Солтбайн пошел. Тролль продолжает бегать. Нажимает ультимейт. И ЛТВ. Ну-ка, сазали это в резолюшен. Он там ворвался. Пытался хоть какое-то время дать для своего кэрия. ЛТВ делает телепорт. И похоже в шедоумулете уходя. Да, спрятался и ушел. С Толу также никуда не уйдет. Минус 3. Укупается Зай в этом моменте. Теряет, ребята, еще и голема. И преимущество возрастает до 3000. Некрофус почти с агонимом. Немножко до этого предмета осталось. Ну и Обзор снова. Снова в центре внимания. Снова он ворует способности. Этот голем еще должен остаться. Ультимейт уже второй. Если Обзор не умрет, то голем через 2 минуты мы увидим снова. А у него хватит, да? Ну, можно давай пинганем. Да, да. Да, хватит. Хватит, хватит. Такой скилл, конечно, хочется засейвить. Матумба потеряла Еги. Снова, наверное, правильно будет даже сказать. Не потерял, а реализовал в такой ситуации. Сикрет, конечно, нереально хороши. Относительно других команд вообще не ощущается, что ребята как-то потеряли форму в условиях вот этой вот пандемии коронавируса, где не удается играть на ланах. Они все так же мощны, все так же полны мотивации отыгрывать на максимум. И вроде и ВП тоже там пытаются как-то кнопки нажимать. И вроде даже в какой-то момент кажется, что все нормально залетает, но тут приходит Обзор и говорит, нет, ребят, мы кнопки жмем получше. И выдает там три ворованных ульта. Каких-нибудь, или там два ворованных ульта. Эх, тяжелая ситуация. Вот сейчас нужно, наверное, фармить Виртус Про. Уже драться прям становится трудно. В лейте шансы есть. Конечно, надо играть в ВП. Еще ничего не потеряно. Драгонайт выходит в билд, который даст ему необходимую урон, скорость атаки. Что? Ну, можно Абаддона будут убивать через Филирэдж. Если дать вовремя Сайланс. Если Сайланс будет какой-нибудь у Гримстроука. Ну, у Гримстроука есть, да. В этом будет идея. Это не так просто реализовать, когда нужно два героя. Когда есть у тебя самого Сайланс и Сильверайт что-то. А героями будет несколько тяжелее. Естественно, да. Может быть, выпадет ЛТВ какой-нибудь Майндбрейкер. Внезапный он там, знаешь, последний момент, как тикнет, и даст Сайланс, и тут же Брейк, и застан просто этого Абаддона убьют. Но это звучит как что-то невероятное. Ну, в доте всякое бывает. Ульт Нейчерс Профит, кстати, попадает. А, погоди, Нейчерс Профит, союзный герой для ДК. Извините, пожалуйста. Я уже что-то... Голем появляется в Ивзора. Можно уже выходить. Это Заяц. Заяц. О, Заяц. Спрятался в четырех елочках. Ушел. Молодец. А, на него лень было бы Голема кидать. Мне кажется, даже если бы нашли, то... Ну, учитывая, что он закончится скоро, остается около минутки. Есть вариант, что Рубик его не успеет выкинуть вообще. Это не так уж и мало. Правда, Ебзор телепортируется в бот для того, чтобы покачаться. Ну, выкинет в последний момент. Ну, ван. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ван подходит. Тролль. Где там Рубик? Вот он, Голем. Готов, Ебзор на месте. Ну, ван успевает, а это тебе назад. Все кнопки активировал, которые были из предметов. И улетает на топ. Ну, не успеет тут, ну, ван остановить. Вот мог бы Ебзор Голема сейчас закинуть туда. Сбить эту тпшку, но он не знал и не видел, поэтому... Не стал его, конечно же, кидать. Но тут уже действительно времени остается крайне мало. Фейт болтом. Есть вариант выкинуть его на фарм. Есть вариант сыграть за то, что я профессионал и свору его в будущей драке. У меня он будет не на кулдауне. А, наверное, Ебзор сохранит. Момент, чтобы этого Голема... Интересно, кстати, да, интересно. Я что-то забыл вообще про это, что... Нельзя его выкидывать, если ты плани... Ну, нет, все-таки выкидывает. Рушит деревья на всякий случай, чтобы тут никто не прятался. Кунтиакс, чтобы там не занял позицию. Аганим на некрофсе. Аганим на некрофсе, друзья, напоминаю, очень-очень сильно снижает ГД Гошрауда. Который позволяет больше здоровья восстанавливать. Очень сильно замедляет, дамажит. И под Гошраудом еще и урон усиливается. Так, ну что, Катапульта едет, Голем идет, танковать, бить. Не просто танк, но это еще и урон. Минус скрипы. Команде ВП нужно потихонечку перемещаться. Но Ван пока толкает нижнюю линию, улетает на топ. То есть игнорирует, пока возможность прилететь на базу. Есть у него еще и обычный телепорт. Ну и секреты. Наполовину башню. Разрушили и отойдут. Пока еще рано им заходить хайграунд. Не будут они спешить. Здесь они запросто могут проиграть драку, как проиграла команда ВП. Около пяти минут назад. На нижней линии. Тихонечку в сатаник выходит тролль. Потихонечку, помаленечку. Ну что тут еще интересного можно было бы подметить такого? Сикреты стараются уже как-то сами давить. По предметам им вроде как особо ничего не нужно. То есть ближайшие тайминги они достаточно далеко. В игре сатаник тролля. Какой-то юл Некрофоса. Котл тоже юл, кстати, хочет. А зачем им так много юлов? Против Акса, как вариант. Против Акса, а Акс по КБ. Ну с Блэдмейлом можно поднимать его, чтобы не убивался этот же тролль. Это понятно, что Акс он очень-очень боится юлов, потому что не может нормальный урон наносить. Он может только дизейбрить. Попался заяц, с легкостью его Матумба убивает, получает 250 золота. Немножечко приближается к своему сатанику. Ну а Ниша прям, посмотри, как бежит впереди всех. Как бы намекает врагу, давайте, нападайте на меня. А убить-то его будет очень трудно. Как раз под той простой причине, что дэмэджа нет. Гримстроук с Спирит Веселем, но зарядов там крайне мало. Хочет купить Аганим для того, чтобы как раз, возможно, делать иллюзию Некровса. По идее, с иллюзией Некровса Аура должна работать. Ну, иллюзия Абадона, кстати, тоже очень сочная. Там Владмирс, там Доминатор. Эти две Ауры очень сильно будут помогать. БКБ у Фуриона. Прожимается. Если могут Сикриты защитить крипов, то придется уйти, потому что там, значит, профит крипов все сгрыз. Но крипы остаются. Но БКБ не включается, так бы. То есть даже если крипы умрут, то вот этот кисель, правда, очень сильно мешает. Соло там, слушай, это у него ничего на каст рейндж нет, да? Ага, то есть он на десятом каст рейндж не качал. Линзы у него никакой нет. И он с такого огромного рейнджа кастует вот эту вот кашу вот эту заваривает. Замедляющую. Понятно. Я уже и забыл совсем про что, ну, что вообще Варлок умеет делать в игре. Аркин руна. Очень крутая руна для ниши, но отдают ее Ебзору. Забавно. Вот так вот, на тебя. У Ебзора билдак, конечно, мое почтение. Даггер, линза, травала. Такое ощущение, как будто этот рубик вообще с миды выкатился. А не там с какой-то позиции 4. Ну, полетели. Полетели. Врыв на Ебзора. Хотя-то очень быстро убить. Он без байбека. Убьют. 50 секунд без Ебзора. Был на стрики. Секреты лучше уйти. Рубик очень важна единица в драке. Нельзя драться у паладинс вор для тролля. Там до этого Orb of Destruction выпал также у команды Secret. Ападона может теперь отдать. У него Dragon Scale, но надо Orb of Destruction забрать. Че, погоди, погоди. Orb of Destruction... ... ... ... Да, 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 да. Ну, конечно. Тролль-то не может носить с Orb of Destruction паладинс. У него паладинс ворту, блин. Ну да, Orb of Destruction. Как минимум, стоит его взять хотя бы в инвентарь дополнительный, чтобы, когда вы будете его хайграунд пушить, переложить и дать тычку. Да, или там Рошана, когда вы будете бить тоже очень приятно. Дать какой-то дебаф по минус армору. Однако Dragon Scale на Абадоне это очень хороший предмет. Он тут протанковывает, собирается. Не то, чтобы у него мало брони. У него 7 плюс 17. У него медалька, да. У него там еще от Владмирса вроде. Троечка армора должна быть какая-никакая. Но хочется больше. Чем больше, тем лучше. Против ДК, против Nature's Profit, которые неплохо бьют руками. Книжку приобретает Dragon Knight для того, чтобы получить вторую форму. Но тут очень серьезная драка развернется за следующего Рошана. Обратите внимание, он скоро уже может появиться, как раз через одну минуту. И фактически, кто этого Рошана заберет, тот, скорее всего, и выиграет игру. Потому что, во-первых, с Айгисом можно будет и тем, и другим попытаться зайти на хайграунд. Это первое. А второе, там будет очень жесткая возня. И, скорее всего, будет очень много трупов. Очень много трупов, очень много фрагов, очень много смертей. Хотя, кстати, для Secret я бы не сказал, что прям так реально страшно. Если они Айеги сыра дадут, мне кажется, они все равно смогут с легкостью драться своим пиком уже на такой стадии игры. Тролль хочет МКБ против Элибарды. Селебередж вот ДК купил, но я пока вот не особо ощутил пользу от этого предмета. Ну, наверное, потому что драк не было. Сейчас посмотрим. Будет драка. Смоук уже разбили игроки ВП. Если сейчас проведут удачную драку, то после этого свободно Рошана заберут. Сочный, сочный Матумба, но даже если ты его задизейблишь, ты его задизейблишь, во-первых, ненадолго, а во-вторых, тебе просто дэмэджа не хватит в него влить. 2600 хп, сатаник, очень жесткий лайфстил, в закол он будет отхиливаться. Плюс Абадон недалеко еще кидает. Ой, боже, что делать, я вообще не знаю. Сейчас в Virtus.pro так трудно играть. Сплитить постоянно, ждать какого-то гиперлейта, ждать вещей у Фуриона, может быть, каких-то хиксов, нулифайров, рапир. Вот таких, наверное, артефактов уже. ДК у нас тоже. Ну, ДК это ДК. Вот 13000 на Творса есть, но... Что-то как-то не верится, что он там всех убьет в симфайте сейчас. Просто, Саша, Рошан тоже падает. Надо бы что-то поделать. Что делать? Видят они минимум, не знают, что на Рошане. Надо проверить, сходить, Грим проверяет. В итоге видят тролля. У Рошана всего 2000 хп остается. Ситуация такая, что если Virtus.pro сейчас драку здесь проигрывают, там мульт котла такой защитный. Ну, все, можно не драться. Все. Можно не драться. Значит, профит ультанул. Ноуана находит, Пупея закрывает спруты. Пупея в Glimmer KP его не видно. Зай выходит на Ноуана. Ноуан пока один просто воюет. Ну и уходит. Well, well. У тебя русская версия, Доби? Да, у меня русская. А у Фурион переведет? Английская, английская у меня нет. У меня у Вауа. Просто я тут так это фразу Фуриона повторил. По клоуничал, может, думать, это русская дота. Фурион переведен. Скажут, что у Форсажа кукуха поехала. Хотя, в общем-то, так и есть. Да, ладно. Ну что, забрали второго Рошана. Сикрет. Сыр на Некрофосе. Аегису тролля. Ну что, на ХГ? На ХГ. Там башня на 1368 хп. Ой-ой-ой-ой. Хотят убить Пупея. Пупей, Юльчик пока в рюкзаке оказывается. Есть Дасты. Все, в Пупее. Правда, там драка. По крайней мере, Глиф есть. Тролль почти забрал Т3. Минус Т3. Выкупается Пупей. Падают казармы. А Пупей выкупается для того, чтобы что? Чтобы на ХС Профита потенциально, я думаю, оттолкнуть, если он пойдет. Как минимум. ХС Профит улетает. Линия падает. Тролля бить не хочется. Видишь, даже 4х5 не могут подраться в ВП. Вот в такой позиции, когда враг в пятером и просто всех видят. Рейв на Нишу. Но тут Абадон. Как ты говорил, там Сыр идеальный. Спруты, но есть топорик. Матумба идёт вперёд, а не назад. Есть Улбайнд. Ибзор. Что ворует? Ибзор. Ну, а в Абхивл. Нет, Голем убивает Рубика. Ещё ибзора при этом убили. Ниша. Сыр остаётся. Скоро закончится. Ну, она Блэкинбар вырывается. Резолюшн блестяще. Но нужен урон. Урона просто я не вижу. Просто урона не хватает. Снова Нишу бьют. Ниша по Спирит Веселам нажимает Сыр. Спирит Весел закончится, работал только Аура. Этого не хватило. ЛТВ в невидимости уходит. Или Рэч спасает. Покупается Роман Резолюшн и Секреты. Может быть, стоит отойти? Тролли нет ультимейта. У Некров нет Сыр. Остаётся лишь ультимейт у него. Так там тоже ничего. С другой стороны Рубик выкупился. Неспросто я ибзор вернулся сюда. Рубик выкупился. А Егис в кармане. Коса есть. Ульт Котла как раз появляется. Там нет Голема, нет Солбайнда. Нет ультимейта Нейчерс Профита. Так что куда нам отходить-то? Отходить никуда не надо. Секреты. Они просто... Очень больно Матумби. Пытается быстро выбить АЕГИС. Есть или Кенезис Вилловисп. Всё-таки выбили АЕГИС. Что дальше? Коса на Акса дальше. После байбэка. Не будет Романа Резолюшна почти 2 минуты в этой игре. ЛТВ под Энксвеллом. Видит ЛТВ. Ставится в центре. Ну и ЛТВ. Должен быть у него байбэк. А, слушай, байбэка-то нет у Драгонайта. О-ля-ля. Байбэка-то нет. 57 золота не хватает. Нужны какие-то баунтируны. Они скоро появятся. Может быть, надо кому-то лететь сейчас. Но кому лететь? Да, купил ноуан МКБ на все деньги. И... Ну, сейчас ребята могут пробовать Рон. Не увидят байбэков и Рон упадёт. ГГ. ВП сдаются. Даже не хотят дошедаться с этого момента. И это 2-0. Победа команды Сикрет. Хорошая дота. От европейского коллектива. ВВП. Но эта карта была, безусловно, лучше, чем предыдущая. Эта карта была довольно неплохая. Очень много красивых моментов нам и ВП подарили. Ну, и Сикрет тоже героически оборонялись. Очень круто тоже всё прожимали. Конкретно радует, как скиллы летят у них. Если ты смотришь прям внимательно, пристально, как игроки всё вот это рассказывают. Всё попадает. Всё, что надо, всё попадает. Нет каких-то, знаешь, плохих щитов от Абадона, плохих решений от Рубика. Постоянно то Soulbind какой-то ворует, то своровал спруты у Nature's Profit и то заюзал их грамотно. Под Soulbind под свой же двоих игроков запер. Там удалось убить. Это как раз в RoshPity, когда драка была первая. Очень хорошая дота. Очень качественная. С большим удовольствием посмотрел эту встречу. Жалко, конечно, что Virtus.pro проиграли, наверное. Для кого-то, может быть, кстати, и не жалко, потому что наш партнёр при матче довольно неплохие коэффициенты там давал, и, может быть, кто-то этим воспользовался. Но игра действительно стоила того, чтобы её посмотреть. Да, ну, в общем, я ожидал от этого матча другого. Но, конечно, это крутая дота, ты не хочешь искать. Учитывая, что мы с Force долгое время сидели на Азии, на Китае, тут смотришь так. Неплохо, неплохо. Есть на что посмотреть. А на драфт от китайского вот сейчас у Virtus.pro вообще почти ничем не отличался. Тоже вот этот DK Carry. В Китае крайне любят DK Carry. У нас как-то реже, мне кажется, его используют. Хотя тоже некоторые команды практикуют. Мне, честно говоря, не особо нравится. Но здесь WP хорошо сыграли. Повторюсь, тут очень тяжело было найти вот какого-то правильного, пожалуй, персонажа. Ну, вот, допустим, Пупей там Сларка забанил. Да, допустим, Virtus.pro взяли бы и каким-то образом пикнули бы этого Сларка раньше или в Secret бы не забанили. Но неужели ему тут сильно комфортнее играть? Но неужели он тут может просто вот прийти, наворовать статов и убить? Ты Абадона убить быстро не можешь, тролля убить быстро не можешь. Но вот на каких-то таких средних слотах, да, не говорим о том, что игра заходит там до 70-й минуты, где уже там какие-то суперкрутые... И там тоже, кстати говоря, не факт, что у Сларка было бы все хорошо. Прямо какого-то очевидно крутого пика у WP не было. ДК был пикнут с идеей определенной. И этой идеей Virtus.pro воспользовались. Хорошо пушили в начале. Но вот тот момент с телепортом Абадона, мне кажется, очень сильно подставил Virtus.pro. Мне вот интересно, реально ли это все было, как ты рассказал? Потому что это достойно сценария голливудского фильма. Либо просто так совпало, что прошел тип и все. Что я просто вижу где-то связь, где ее нет. Ну, может быть, конечно, это просто случайность. Знаешь, ты иногда кликаешь по верхней иконке на вражеского персонажа, типа там, герой ушел там с линии, например, да, и нечаянно там попадаешь на тип и типаешь вместо этого. И такое, конечно, тоже теоретически возможно. Но вот то, как действовали Virtus.pro в том моменте, они бы вообще никоим разом не прыгнули бы вот так вот по Т4, зная, что Абадон где-то там. Ну, какой смысл в этом? Абадон же кинет щит, кинет койл. У тебя нет в пике урона нормального. Ты не можешь быстро убить. Если Абадон даст свои скиллы, ты никого не убьешь. И они, зная, что Абадона нет, прыгнули и почти убили. То ли стики поражал, то ли там Абадон в самый последний момент прилетел, дал свои кнопки. В нишу нишу выжил. Не умер от Каллингблейда резолюшна. Ну, короче, крутой момент был достаточно. Ладно, мы, наверное, уйдем на небольшую музыкальную рекламную паузу. Следующий матч у нас тоже достаточно интересный. Это противостояние Альянса НИП или Ликвид? Ликвид НИП у нас. Последняя игра на сегодня. Ликвид НИП. И если верить расписанию, все это начнется вот прям скоро. То есть никаких больших задержек не должно быть. Напомним нашим зрителям, что наш партнер при матче раздает бонусы. Более подробно вы можете об этом бонусе узнать, кликнув на баннер под стримом. Далеко не уходите. К началу драфта мы с Лексом борьбем.